Мяу, 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 мяу Что на этот раз, Макс? Ты решил расширить аудиторию нашей программы? Я так понимаю, поздороваться не только с телезрителями, но и с домашними питомцами? Отличная идея, но до этого еще далеко. На самом деле я просто пытаюсь понять, как будет по-кошачьи нигать мимо лотка. Пожалуйста. Ну а как же старый добрый метод тапком по мягкой пятой точке? Это, конечно, работает, но нужно думать и о гуманном отношении к животным. Ведь сегодня, между прочим, Международный день их защиты. Доброе утро, губерния! В этой студии вас приветствует защитник угнетенных животных Максим Полагненко. И Саша Байдачная, любительница пушистых обнимашек. И я понимаю, почему. На самом деле многие ученые уже давно доказали, что домашние питомцы положительно влияют на своих хозяев. Например, кошки улучшают самочувствие людей, также они помогают людям, страдающим депрессией. Они улучшают настроение, уменьшают напряжение. Владельцы кошек быстрее справляются с потерями, реже чувствуют себя одинокими и в целом более социально активны. Сегодня еще и Всемирный день улыбки, и кажется, что некоторые животные действительно умеют улыбаться. Например, милая порода корги делает это практически постоянно. Моя любимая порода собак. Да, вот она. Но некоторым животным улыбка совсем не идет. Например, гиенам. Может, поэтому их так не любят, а? Спросим у жителей нашей кубернии. Котики более милые, чем гиены. На любителей. Потому что котик милый. Потому что гиены не одомашние. Потому что гиена опасная, а коты нет. Потому что котов приручили, а они в мясе пушистые нас любят. А ген просто боятся. Почему гиены милые? Животные могут быть не просто милыми зверьками, которых можно погладить. На самом деле, от них еще много пользы. И я сейчас не про то, что ушастые и хвостастые приносят нам тапочки и мурлыкают красиво. Нет. На самом деле, собаки, например, сохранили в себе индикаторы, способные улавливать изменения в атмосфере. То есть, предсказывать погоду. Например, жители Крайнего Севера хорошо знают, что если вечером собаки катаются по снегу, значит, утром надо ждать непогоды. Как правило, после этого ночью поднимается сильный ветер и несколько дней свирепствует буран, засыпающий все снегом. Если собаки усиленно роют землю, значит, будет дождь. Катаются по земле, тоже будет дождю или снегом. Свернулись калачиком и лежат спокойно, наступит холода. Растягиваются на земле, лежат спокойно или спят, раскинув лапы, брюхом кверху. Ждите тепла. А если в летний день собаки много спят и мало едят, то тоже будет дождь. Такие приметы. Да. Если у вас собаки нет, поможет наш прогноз погоды. В пятницу 4 октября в регионе сохранится теплая и ясная погода, без осадков. Температура днем от 17 до 23 градусов выше нуля, ночью от 10 до плюс 15. Ветер южный подует со скоростью 4-6 метров в секунду. На северо-востоке области 17-20 градусов выше нуля. В юго-западных районах до плюс 23. В Самаре в пятницу днем 21 градус со знаком плюс. Ночью похолодает до 16. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха составит 50%. Многие из нас с восхищением и относятся к рекордам рыб, зверей, птиц, вообще всего живого. Потому что многие профессиональные спортсмены, между прочим, далеки от их результатов. Например, самой быстрой в воде является рыба-парусник, который может развивать скорость до 109 километров в час, в то время как человеческая скорость в воде не превышает и 10 километров в час. Похожая ситуация с бегом. Гепард, самый быстрый зверь на суше, способен разогнаться до 100 километров в час. А вот скорость человека значительно ниже 40 километров в час. К рекордам птиц в небе, а у Сапсана это 322 километра в час, я даже не представляю, сумели приблизиться в России, но, естественно, я имею в виду наш поезд Сапсан, и приблизились не сами люди, а именно технические достижения наши. Вот, 304 километра в час скорость вот такая Сапсана, благодаря его техническому оснащению. Саммит животные участвуют в мире спорта уже очень давно, и самыми распространенными, безусловно, являются лошадиные скачки, в которых скорость лошади сочетается со стратегией наездники. Существуют и другие виды спорта, петушиные бои на Бали и в Таиланде, собачьи в Афганистане, крысины и таракани бега, корида с быками в Испании и другие. Да, но все это запрещено. Да, это правильно. И правильно. Я замирный. Да. Все-таки общение животное. Если и вы хотите заняться спортом со своим домашним питомцем, и делать это безопасно и в рамках закона, хватайте своего младшего друга и повторяйте наши простые движения. Доброе утро! Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод». С вами Кошарина Ольга и Кузнецова Светлана. И наши маленькие помощники Платон, Настя и Ваня. Сегодня мы предлагаем вам и вашим деткам проснуться позаниматься вместе с нами. Комплекс упражнений рассчитан для развития гибкости и выполняется в игровой форме. Первое упражнение – бабочка. Садимся, ножки соединяем пяточки и носочки. И разводим коленочки. И машем, как крылышками. Полетели бабочки, спинки ровные. Спинки ровные выпрямились. И бабочки полетели. Полетели, полетели бабочки. Полетели, 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 полетели. Следующее упражнение – раскрываем ножки. И будем тянуть репку. Правую репку. Раз. Правая репка. Где у нас правая? Потянем, потянем. Левая репка. Где у нас? Вот так. За репку как тянем, потянем. Правая. А теперь следующее упражнение. Выпрямляем ножки и поднимаем одну ножку наверх. Раз. И держим. Опускаем. И следующую. Раз. И держим. Давай. Теперь выуживаем рыбку из воды. Раз. Удочкой. И корзиночку сделаем. На живот. Ложимся на живот. Берем себя за ножки. И поднимаемся. Коробочку, корзиночку делаем. Поймай ножки называется игра. Вот они ножки. Вот они ножки. И вытягивайся наверх. Вот и Ваня поднял. Молодец. Корзиночка. С вами был фитнес-клуб «Спортзавод». Приятного всем дня. Доброе утро. С вами Елена Шишкина и рубрика «Осторожный этикет». Сегодня поговорим о том, как прилично и грамотно подавать руку даме. Вариант первый – будничный рабочий. Осуществляется быстро и свободно. Легким полупоклоном руку подают в слегка согнутом положении, не акцентируя локоть и сопровождая жест коротким текстом, например, «Разрешите». В официально торжественных случаях, стоя лицом к даме, мужчина протягивает ей руку ладонью вверх. Одновременно с движением звучит его устное предложение. «Разрешите предложить вам руку». Можно быть вашим спутником или что-то в этом роде подстать моменту. Даме в качестве согласия достаточно протянуть руку. Мужчина сам кладет женскую руку на сгиб своего локтя. Так много слов сказано мной, чтобы подчеркнуть, что не годится предлагать даме руку для поддержки тем способом, который почему-то весьма распространен, когда мужчины буквально тычут в спутницу локтем. Держись, мыл, так и быть. Продолжим на следующей неделе. Пока. Сегодня 4 октября. 4 октября 1942 года в небе над Сызранью произошел ожесточенный воздушный бой. Защищая железнодорожный мост через Волгу, советский военный пилот Николай Федорович Шутов ценой собственной жизни тараном сбил немецкий бомбардировщик. В те дни Сызранский мост был одним из главных каналов снабжения Красной Армии оружием и боеприпасами. Его потеря неминуемо осложнила бы положение наших войск на всех фронтах. Благодаря подвигу отважного летчика этот важный стратегический объект удалось сохранить. Ежегодно 4 октября в России отмечают День космических войск и День гражданской обороны МЧС России. А еще сегодня Всемирный день животных. Кроме того, в первую пятницу октября во многих странах мира празднуют Всемирный день улыбки. 4 октября в разные годы были рождены советский и российский ученый, химик, академик Юрий Третьяков, британский музыкант, клавишник дуэта Pet Shop Boys Крис Лоу, американская киноактриса Дакота Джонсон и другие знаменитости. В народном календаре сегодня День Кондрата да Ипата. На Руси его считали Днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать. В первую очередь удобрять землю свежим навозом. Мудрые люди говорили, не присядешь без дела на Кондрата да Ипата, будешь богатым. Таким был четвертый день октября в истории. Позитивного настроения вам и удачи во всех начинаниях. Все почему-то думают, что за разнообразием животного мира нужно ехать, не знаю, в Африку. Крокодилы, бегемоты, кашалоты, попугаи. У нас, конечно, к кашалоту не водится, но тоже очень много разнообразных животных. Ну вот сами посудите. На территории национального парка Самарская Лука обитает 304 вида наземных позвоночных, 54 вида млекопитающих, 230 видов птиц, 10 присмыкающихся и 11 земноводных. К сожалению, исчезли бурый медведь, большой тушканчик, европейский сурок, агарь, черный аист и малая крачка. Зато в последние годы, благодаря деятельности природоохранной, в национальном парке снова появились беркут, лебедь, шипун и обыкновенный бобр. Самые крупные представители животного мира жигулей это лось, кабан и косуля. Из крупных хищников здесь обитает волк, лисица, изредка встречается рысь и енотовидная собака. Также до недавнего времени на Самарской Луке обитала самая многочисленная группировка волков в области, но сегодня их популяция сократилась. Из мелких хищников можно встретить горностай, ласку и лесную куницу. С кем из них вот встретилась в Ширяево Елена Шишкина и узнаем из следующего сюжета. Что Самара – город-курорт должны знать повсюду в мире, решили организаторы проекта «Поезд на пленэр». Уже несколько раз в этом году с успехом удалось собрать большие группы художников, профессионалов, любителей и просто творческих людей из разных городов, которые буквально на пару дней приезжали в нашу губернию, чтобы вдохновиться нашими родными пейзажами и достопримечательностями. Сама идея нам очень понравилась. Особенно, когда мы приехали сюда в Ширяево и впечатлились еще и ландшафтом, не только городом. Вообще Самара произвела очень большое впечатление. Я вот лично собралась буквально за день. То есть мне позвонила подруга, которую тоже там задолго до этого позвали через Союз художников на Ярославске и вот с компанией-то веселее. Тема здесь новая для меня, потому что наш ландшафт в другой городе и колорит города другой и вообще мы привыкли немножко к другим краскам, к другим формам. У меня прям вдохновение. В том, конечно, то, что Репин здесь работал, это тоже, знаете, как место намоленное получается, да. Это тоже вдохновляет и придает какую-то уверенность в себе, что ли, желание что-то сделать. Стаю, говорю, ну, вот, Илья Фимович, помоги. Год назад во время чемпионата мира Самара стала открываться всему свету, а мы, наконец, поверили, что наши края могут быть интересны туристам и профессиональным художникам в том числе. Самарские живописцы по многу раз за сезон отправляются в заповедные «Жигули», но готовы потесниться и дать место авторам из других регионов. Художникам-любителям, которые приехали в Ширяево, выдали мольберты, краски и кисточки, а мастер-класс им давали самые известные самарские художники. Я вообще считаю, что это такое знаковое место Самарской области, которое действительно оно благодатное и для художников, и для профессионалов, и для любителей, потому что здесь такая сказочная природа, такие горы и вообще ландшафты, что, в принципе, он притягивает вообще посетителей и туристов, и любителей живописи вообще разного толка. Еще одна категория поезда на пленэр, причем самая значительная, это творческие путешественники, которые не только смогли присоединиться и попробовать себя в живописи, но и просто побродить по живописным окрестностям, посетить музей и побывать на есенинских чтениях, которые прошли в этот день. Елена Шишкина, Андрей Авдеев, Утро губернии. У нас в гостях Анна Закалова, гример, руководитель коллектива гримеров Grim.art. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня говорим о дне защиты животных, также сегодня еще и день улыбки, и наша гость может заставить улыбаться любое животное на вашем лице благодаря гриму. Рассказывайте, какой самый интересный грим был в вашей жизни, самый необычный? Ну, поскольку мы коснулись темы животных, перейдем к теме их теологии, к теме рыб. Самый необычный образ это образ бойцовского петушка, бойцовской рыбки, который возник совершенно случайно благодаря фестивалю под названием «Золотая черепаха», который, собственно говоря, и посвящен редким видам, вымирающим видам, это, скажем так, фото-выставка международного формата, и мы решили к ней подготовить образ, который, между прочим, снимал фотограф Максим Густарев уже впоследствии. Он необычен тем, что, ну, во-первых, тема рыб, наверное, не так часто используется в гриме. Да, первый раз слышу про человека-рыбу. У дамы был обширный ирокез с красными волосами, вся поблескивала пайетками, в общем, посмотреть было на что. В каком образе вы сегодня представили перед нами? Скажем так, образ на самом деле собирательный, это образ разбитой куколки, ну, и здесь есть такие отсылки к таковой Аннабель. Почему этот образ? Поскольку этот образ стал в прошлом году на прошлом Хэллоуне достаточно популярным и, скажем так, даже ключевым, потому что, да, мы не все далеко хотят, да, кровавые реки и мозговые берега, как я уже раньше говорила. Ну вот, хотят что-то более милое, хотят быть привлекательными, хотят понравиться, в конце концов, и образ куклы, пусть немножко треснувший, он все-таки имеет место быть. К Хэллоуину еще, наверное, вернемся, у меня вопрос прямо по гриму, это же не то же самое, что рисовать, там, на бумаге, да? Где вы практикуетесь? Как вы вообще понимаете, что нужно делать, чтобы там из человека получилась рыба или там зомби, или там вот мертвец, вы ходите в морг такие набрасывать какие-то эскизы? Как идея приходит. Да. Ну, на самом деле, оно пришло, наверное, как-то само, скажем так, в детстве я занималась в художественной школе, через несколько лет это все у меня повторилось в жизни и захотела рисовать уже на лицах. На самом деле, красками я рисовать не любила в детстве, но на лице, на теле это гораздо проще, приятнее, интереснее. Это, на самом деле, для меня какой-то смешанный стиль между акварелью и гуашью. Вот. И я думаю, то, что у меня еще все впереди. А сколько времени уходит на то, чтобы состворить из человека зомби? Например? Насколько это трудоемкий процесс. На самом деле, открыл для себя несколько фишечек секретов, и на данный момент простенького зомби можно сделать буквально за 10-15 минут, то есть там следы избив человека до полу смерти. Помоев, помоев, рамов на лице, совершенно верно. Но у нас был некий такой, скажем, проект индивидуально, где мы человека гримировали от лица, вплоть до торса с помощницей. У нас ушло три часа. Ну, все, кто смотрел фотографии с телефона, были поражены и не понимали, а зачем мне нужны фотографии сбитого человека на телефоне? Что это? То есть, настолько трудоемые доказательства. Кроме Хэллоуина, где еще можно применить ваше умение? Макс, неужели это ты? Да, это я, кстати. Кстати говоря, это я. Меня тоже гримировали несколько часов для фильма «Дымовой». А самое интересное, что в кадре вот этот образ промелькнул буквально на одну секундочку. Вот такие превратности кинематографа. Да, выглядят зловеще. Расскажите, как вы добиваетесь вот этих красок, оттенков? Откуда вы просматриваете некрологию, криминальную хронику? Где вы учитесь этому? Подборки, да, делаем разнообразно, но стараемся все-таки не брать фотографии, скажем так, мертвяков, да, то есть это либо немножечко искалеченный побитый лед, либо все-таки фотографии, которые используются в кино, в киноиндустрии. Как добиваемся? Вопрос хороший, это не приходит сразу, опять же говорю, это какие-то эксперименты, до того, чтобы варить кровь, пока еще не дошли, но вот в прошлом году, например, делали рога из подручных средств практически, то есть это, на самом деле, ты раскроешь секрет, это маски, маски для лица, которые умеют застывать, затвердевать. Для меня самым большим нонсенсом был момент, когда такая маска просто с утра такие рога и копыт, как говорится, испарились с подоконника, а все дело в том, что их съели кошки, потому что они на самом деле содержат в себе в том числе и водоросли, запах привлек. Мы знаем, что вы работаете в любительском кино в Самарском, верно? Ничего не путаю? Какой-то опыт есть? Являюсь администратором массовки, кастинг-директором и киноиндустрией питаю огромную слабость, поэтому, наверное, как раз в этом году я примкнула к замечательному событию. Состоялся очередной кинофестиваль 70 на 30, соответственно, Самарский, и вот в рамках этого фестиваля в двух работах удалось поучаствовать. Это работа «Домовой» и работа под названием «Какао». Обе они ужастики, поскольку тема это стала достаточно популярной. Ну, вам тоже близка эта тема. Совсем скоро Хэллоуин, да? Да. Ничего не путаю. Какие образы, наверное, самые популярные, доступные в этот праздник? Ваши любимые, может быть? Может быть, они меняются, может быть, сегодня будут, там, вчера были зомби, но в прошлом году, а сегодня там инопланетяне, например. Ну, скажем так, на самом деле, мои любимые образы это не популярные, поэтому, дорогие друзья, кто хочет подготовиться к Хэллоуину, будьте, пожалуйста, оригинальными. Конечно, Джокер — это не тленка, я понимаю, огромную любовь к этому персонажу, также есть там любовь к персонажу из фильма «Оно». Но если мы придем, допустим, на какой-либо праздник и увидим 10 стоящих в ряд Джокеров, да, и пятерочку клоунов из «Оно», то уже возникает некий эффект клоунов, матрицы, и выбирать лучшего Джокера, это, конечно, интересно, но лучше быть оригинальным, лучше быть в своем собственном жанре. Хотелось бы дать несколько вредных советов зрителям, которые хотят подготовить образ. Интересненько. Ну, во-первых, конечно же, возьмите гуаши, акварель, намешайте густо и нанесите на себя. В моей практике был момент, когда еще занималась организацией праздников, пригласили нас в город Тольятти, пригласили поработать фриками на мероприятие, на вечеринке, наобещали боди-арт, костюмы, вот мы приезжаем на это мероприятие, вместо костюмов на нас повязывают какие-то тряпочки, вместо грима нам наносят густым слоем гуашь, и, ребята, это не отмывалось в принципе никак, была испачкана вся ванная, из тела и спора это практически не убивается, кроме того, гуашь, она токсична, кто бы что ни говорил, вот, поэтому только, конечно, профессиональный грим, лучше не театральный, поскольку он жирный, давайте еще раз уточним, потому что я только под конец понял, что так нельзя делать, то есть не нужно обладывать в себя гуашью, ни в коем случае, ну вот, поэтому только, конечно, профессиональный грим, вот, про образы уже сказала, не нужно оригинальности, да, будьте джокерами, клоунами из ОНО, вот, попросите разрисовать подружку, мужа, лучше, если люди в первый раз держат кисточки, в конце концов, у вас же не день рождения, юбилей, это Хэллоуин, чем страшнее, тем, соответственно, и лучше, тем ты больше в теме. Я вот знаю, что кровь можно, на самом деле, очень просто сделать в домашних условиях, для этого нужно какао, мед и два пищевых красителя, красный и синий, смешать буквально вот в равных пропорциях, размешать хорошенько, растопить лед, и получается отличная густая кровь того цвета, который нужен, и консистенции. Я увидела тебя на экране, вы их спросите, береги. Есть ли вот в макияже таком, хэллоуинском и гримерском, какие-то такие лайфхаки, например, не знаю, чтобы сделать себе трещину волбутой, что можно использовать подручное, что есть дома, чтобы стать страшным и красивым при этом? Ну, если у тебя руки растут из плечей, из плеч, и все хорошо, то на самом деле можно использовать и клей ПВА, и клей БФ6, Клей используется, если я правильно понимаю, наверное, для какой-то кожи такой отслоившейся немного, И тональный крем, да, для того, чтобы использовать какие-то, точнее, изображать неровности, повреждения, бугорки, трещинки. А если нужно добавить что-то там, добавить себе какую-нибудь шишечку, что это, бумага обычная, там, картон, не знаю, ватные палочки, ватные диски? Вот, как я уже рассказывала, есть маска, если не ошибаюсь, она, по-моему, называется альдогидная, вот как раз, которую кошки съели, но с ней тоже нужно потрудиться, постараться, то есть дождаться, когда элементы засохнут, придать им форму и приклеить на БФ6. Ну, это если у вас, как говорится, дешевый сердит вариант, да, если вариант сделать что-то поинтереснее, то лучше, конечно, обратиться уже к профессионалам, тем более то, что мы не только, на самом деле, занимаемся гримом, у нас и визаж, у нас и подборка костюмов, аксессуаров, то есть полный комплекс, самое главное, делать все заранее, вот еще один вредный совет, не готовься к Хэллоуину, вспомни о нем, когда ты проснулся с утра, отметь для себя замечательный день, звонком гримеру где-нибудь за полчаса до мероприятия. Перевожу, готовьтесь к Хэллоуину, звоните заранее, потому что все, естественно, заняты, и у вас ничего путного не выйдет, если вы будете делать все в последний момент. Анна, спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли, я надеюсь, что Макс записал все советы, вредные и полезные, да, и теперь ты будешь готов к Хэллоуину, к празднику. Спасибо большое. Спасибо огромное, хорошего дня вам. Друзья, мы прервемся ненадолго, затем вновь вернемся в нашу студию. В эфире новости губернии, в студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. Самара принимает экономическое событие международного уровня, в столице региона продолжается Волжский инвестиционный саммит. Он стал уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса. Программа рассчитана на три дня. В Самару прибыли делегации из 18 стран мира. Общее число участников превышает 550 человек. Это бизнесмены, представители торговых сетей, эксперты в области финансов из государств Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки, Великобритании и стран-участниц ЕС. Сегодня в программе форума панельной дискуссии об актуальных тенденциях и перспективах развития ритейла, а также пленарные заседания и экспертные сессии, которые будут посвящены медицинскому туризму и экспортному потенциалу здравоохранения Самарской области. Напомню, мероприятия проходят на двух основных площадках и помимо обширной деловой программы включают выставочные зоны на площади Куйбышева, которые, по прогнозам, посетят свыше пяти тысяч человек. Репортаж о втором дне саммита смотрите сегодня в наших вечерних выпусках. Виртуальная реальность для бабушек, интерактивный боулинг для дедушек. В Самаре прошел первый фестиваль активного долголетия. Участников сложно назвать пожилыми, душой, да и поведением. Они очень молоды, хотя по паспорту уже пенсионеры. А тех, для кого возраст точно не имеет значения, в сюжете Марии Шпаковой. Сидеть на месте или уйти на заслуженный отдых, это не про них. Даже в солидном возрасте до сих пор в строю. Игорь Литинский работает на заводе с 1973 года. За 46 лет трудовой деятельности прошел путь от инженера до замначальника цеха. Мужчина вспоминает, когда пришел на завод, у него были наставники, которые многому научили в профессии. Теперь он передает свой опыт молодым коллегам. Это просто как моя инициатива. Как вот приходят, и я начинаю в них вкладывать душу. И надо вот именно непосредственно на рабочем месте обучиться. И какой коллектив? Влиться в этот коллектив? А в учебных заведениях этому не учить. За наставничество Игорь Литинский получает почетный знак губернатора Самарской области. Самым активным представителям старшего поколения также вручают благодарности и почетные грамоты. Но главное – внимание, которое дарят каждому участнику фестиваля. Чтобы создать достойные условия для активного, здорового долголетия, сегодня реализуется в стране инициированная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно, крайне важно, что такие проекты, как демография, здравоохранение, они в первую очередь нацелены на активное долголетие, на качество жизни людей и на продолжительность жизни. Сегодня в Самарской области проживают почти 980 тысяч человек, относящихся к категории пожилых. Без их опыта и мудрости невозможно строить будущее. И очень важно, чтобы люди, которые сегодня называются молодежью, у нас молодежь сегодня разная, чтобы они учились у них, брали с них пример, помнили об их достижениях, гордились их заслугами, перенимали этот опыт. Опыт перенимают и у молодого поколения. В современных технологиях на фестивале активное долголетие наглядно, как оно есть. У площадки виртуальной реальности очередь из бабушек. Выбить страйк в интерактивном боулинге, забава для дедушек. А еще аэрохоккей, лазерный тир и концерт, посвященный Дню пожилого человека. Кульминацией фестиваля стал флешмоб «Зарядка» 1953 года, как и десятки лет назад. Только тогда включали радиоприемник и упражнения делали дома. Сейчас все вместе в одном зале. Почти две тысячи человек. Раз, два, три. Раз, два, три. Мария Шпакврама, Напарин, новости губернии. Присоединяйся к губернии ВКонтакте, попади на концерт «Руки вверх» в Тольятти. Легендарный дуэт выступит в Автограде 14 октября. Услышать любимых исполнителей можно совершенно бесплатно. Телерадиокомпания «Губерния» разыгрывает два билета. Чтобы побороться за приз, нужно стать участником нашей группы в социальной сети, поставить лайк записи с розыгрышем и сделать ее репост с закрепом на своей странице. Сохранить его надо до 11 октября. Тогда определится победитель. Добавлю, что в нашей группе уже 30 тысяч подписчиков. Присоединяйте и узнавайте о важном и интересном первыми. Больше новостей на нашем сайте. А у меня пока на этом все. Увидимся. Одежда ведущим предоставлена Домом моды Маши Горячевой. Доброе утро, губернии. В этой студии вас приветствуют самые настоящие стражи порядка в мире флоры и фауны. Максим Полагнюк и Саша Байдачная. И сегодня мы отмечаем День защиты животных и всячески пытаемся этих самых животных защитить. Да, например, с помощью красной книги, которая, между прочим, не какое-нибудь развлекательное чтение, а в нашей стране документ, который учрежден, чтобы выявить редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных. И если в эту книгу попадает какое-то животное, оно сразу становится природоохраняемым, в отличие от других стран. Вот. Сегодня в красную книгу у нас занесены такие животные, как маньжурский цокор. Думаю, что нужно знать его вот в морду. Посмотрите. Название грозное, но это безобидный грызун, похожий на хомячка. Встречается в Забайкале, в Восточной Монголии, в Восточном и Центральном Китае и в нашем Приморье. А вот тоже редкая птица колписа. Кончик клюва этих птиц чрезвычайно чувствительный. В нем находится много рецепторов, которые обнаруживают колебания, создаваемые добычей. А на внешнем крае обеих нижних челюстей есть бугорки. Они помогают в продвижении пищи к горлу. Устроены очень хитро эти создания. Да. В Самаре в Красную книгу входит черный аист, выхухоль русская и рыба кумжа. К сожалению, никого из них лично не встречал. С кем в нашей области все в порядке, так это с лисами. Может быть, потому что они хитрые, как ты думаешь. Лис очень часто наведывается в гости, в дома и фермерские хозяйства. И на этом видео отлично видно, как одного такого незнакомца встретил домашняя кошка, не смутилась, а даже наоборот решил показать, кто в лесу хозяин. Ну, с лисой можно, она же все-таки не в Красной книге. Да. Вот гиены почему-то тоже не в Красной книге. То ли потому, что у них с численностью все хорошо, то ли потому, что их никто не любит. Не знаю. Почему все умиляются кискам, а гиенам нет? Ну, знаем, жители нашей губернии. Котики более милые, чем гиены. На любителей. Потому что котик милый. Потому что гиены у меня домашние. Потому что гиена опасная, а коты нет. Потому что котов приручили, а они вместе пушистые нас любят. А ген просто боятся. Почему гиены милые? Глядя на некоторых представителей животного мира, нельзя не поразиться просто креативности матушки природы. Вот представляем вашему вниманию, наверное, самых необычных зверьков. Ангарский кролик. Представитель одной из древнейших пород кроликов, названных в честь столицы Турции, города Ангары. Эти милые животные, ну, реально выглядят просто как настоящие пушистые облака. И еще необычный зверек, звездонос, крот, обитающий в Северной Америке, отличается странным месистым носом. На конце мордочки у него находятся 22 двигающихся розовых щупальца. Они очень чувствительны и служат ему в качестве своеобразных антенн. Не самый красивый крот в моей жизни. А вот, в отличие от большинства рыб, вот эта розовая рыба-лопата использует свои плавники, не чтобы плавать, а чтобы в буквальном смысле ходить по дну море. Странный вид был открыт в австралийской Тасмании. Ученые обнаружили всего четырех представителей, остальные, наверное, убежали. Слушай, внимательно читаю в слогах. Гримпотефтис, или как его еще называют, осьминог Дамба, внешне напоминает известного героя Диснея, летающего слоненка Дамба и отличается забавными ушами. Он обитает на глубине до 5000 метров нижего уровня моря и считается самым глубоководным осьминогом когда-либо обнаруженным. Вот наша Елена Мельникова кого угодно, на какой угодно глубине достанет, вытащит на поверхность и заставит сниматься в своем сюжете. Оформить праздничный зал самостоятельно для Юлии Конновой давно не составляет труда. На счету у мастерицы десятки швейных изделий и украшений ростовых цветков. Сегодня мы будем делать с вами ростовой цветок, который пригодится нам для того, чтобы оформить помещение, украсить фото-зону, сделать подарок кому-нибудь и, в общем-то, можно много еще что придумать, можно машину украсить, сделать какое-то необычное свадебное украшение и так далее. Из материалов помимо изолона вооружиться следует клеевым пистолетом и строительным феном. Начинаем с простого. К творчеству привлечь можно и детишек. Вырезаем 18 лепестков. Вот мы нарезали наши заготовки и теперь нам надо придать им красивую рельефную форму. Что мы для этого делаем? Для этого нам как раз понадобится вот такое вот устройство и строительный фен. Так как фен очень горячий, работаем аккуратно. Альтернатива фену электрическая плита. Нагреваем лепесток и формируем рельефные изгибы на специальном приспособлении. Далее берем вырезанный картон и начинаем собирать цветок. Промазываем нижнюю часть лепестка, клеем и приклеиваем картону первые 6 лепестков по кругу. Дальше мы делаем следующий, второй слой наших лепесточков. То есть мы теперь делаем в шахматном порядке приклеиваем лепестки. Третий ряд клеим аналогично. Теперь очередь мастерить серединку. Берем круглую заготовку из обрезков изолона. Наклеиваем по спирали ленту и нарезаем несколько полос розового изолона. Затем режем их лапшой, оставляя до края 2 см. Прогреваем полосы изолона для того, чтобы наш цветочек получился более объемным. Можно и такую серединку оставить, можно как бы побольше, то есть для этого более широкую берем ленту. Такие декоративные цветки очень практичны и водостойки. Елена Мельникова, Виктор Соколов, Утро губерни. Друзья, у нас в студии потрясающие гости. Дениса, Елизавета и Скай невероятный и очень подвижный. Собака породы самоед. И хозяева самоеда. Почему самоед? Неужели он ест себя? Нет, самоед, потому что он жил рядом с племенем. И когда человек по снегу ехал в упряжке этих собак, со стороны казалось, что он едет сам. И поэтому собаку назвали самоед. То есть сливается. Да, сливается со снегом. Какой характер у Ская, мы видим, что он такой любит покушать. Достаточно подвижный, активный. Любит покушать, очень подвижный на улице, подвижный в гостях, но дома на самом деле очень меланхоличный. И я думаю, что это не особенность породы, это скорее особенность Ская. очень дружелюбный, очень любит детей, людей, вообще не кусается, у породы отсутствует генагрессии. Его специально выводили, чтобы нянчить детишек на наиске. А это какой-то родственник хаски, лайки, что-то есть такое у него? Ну, они не родственники, это тоже северная порода. Это чистая северная порода. Сколько часов в день вы гуляете, проводите с ним времени, вообще он любит общение, да, то есть какой уход нужен за ним? Тяжело ухаживать за ним? Давай, подожди, сколько времени нужно общаться? Общаться нужно очень много времени, но внимание любит. Как получается, да, внимание любит, но так как у нас, в принципе, работа не требует отсутствия дома, поэтому мы все время дома, он-то с нами. Скай, у нас есть угощение для себя, не уходи, не убегай. Гуляем два раза в день, ну, часа по два в день точно гуляем. Это хорошо, это здорово. Обязательно нужно отпускать с поводка, ну, вот скорее Скай с нами. Наверное, с него очень-очень много шерсти, потому что я уже вижу, как она кулачками летает. Но на самом деле сейчас период линьки, поэтому, да, сейчас очень много шерсти. Странно, период линьки перед зимой? У него возрастной период линьки. Он маленький. Он молод еще. Сколько ему? Да, ему год будет, вот, 15 октября. Год? А он еще подрастет? Юный парень. Он еще подрастет. Да ладно? Но килограмм на 7-10 подрастет. Обалдеть. Уже на ручке его сложно будет поднять. И все-таки, какие этапы ухода за такой собакой? Уход? Давайте причислить. во-первых, это такие достаточно строгие условия кормления. Так. Что у него? Мы кормим сухим кормом. Так как собака белая, и при слишком большом количестве белка у него начинает краситься шерсть, нужен определенный корм. Скай. Либо натуралка, но мы выбрали вот сухое кормление. То есть шерсть может изменить свой цвет? Да, вот у него на ушке есть пятнышко оранжевое. Ну, Максим ему явно понравился. А они поддаются дрессировке? Да, хорошо. Вот он сел специально, он знает, что если он сядет, то ему дадут еду. Дам попозже. Сиди, сиди. Веди себя хорошо. Так. Расчесывание, мытье, мытье раз в полгода достаточно. Шерсть сама очищается. Раз в полгода? Ого. Да. В принципе, он всегда чистый. И когда мы на улицу выходим, нам всегда говорят, ой, какой он белоснежный. Хотя для нас он уже, конечно, такой грозовой облачко. Мы знаем, что вчера у него были банные процедуры. Да. Как это выглядело? Долго ли этот процесс? Это был первый раз, когда мы мыли его сами. До этого мы всегда отводили к грумеру. И это было сложно. Потому что сначала нужно намочить. Шерсть двойная. И сначала нужно промочить верхний слой, потом нижний слой. Намылить шампунем, специальным потом кондиционером, чтобы хорошо расчесывалось. Самое главное, это высушить его. Да, потом его нужно, еще нужно уговорить это все сделать, потом нужно уговорить высушиться. И сушили феном обычно. Ну и все, наверное, часа три с половиной точно все заняло. Мне кажется, все это происходит очень весело, с огромным количеством эмоций. А я вот слышал от тех, кто занимается разведением породы вот хаски, что этих собак, ну хаски, нельзя держать в квартире, они такие полудикие животные, им нужен простор. Что по поводу вот самоедов? Держать такого в квартире вообще безопасно, особенно для них самих, или как? Когда мы собирались заводить эту породу, я готовилась к худшему. Я готовилась к тому, что он съест все, что нам нужно все убирать. В итоге оказалось, что нет. Не все. Не все, да. Он прикладывался к кроссовкам, к там паре шкафов, но в принципе провода он не трогает. Боюсь глаз, потому что я когда сказала, что он ничего не грызет, он начал. Но я бы не сказала, что это опасно для него, ну для мебели может быть чуть-чуть. Собаки разные, поэтому... Вы участвуете в каких-то соревнованиях или планируете, может быть, в выставках? Нет. Занимайте его досуг. Я думаю, что все уже заметили, у Ская одно ушко висит, это уже не выставочная собака. Да ладно? Да. А вы никому не говорите. Должны стоять уши. А почему так происходит? Ну, уши тяжелые, меховые, и вот так вот они не встали. Слабоватые. По-моему, очень мило, да? Да, Скай? Вот одно встало только из-за того, что недавно ему на улице порвали ухо случайно, и вот его побрили, и оно встало. Второе надо, может быть, тоже побрить, не знаю. Есть какие-то стандарты, да, тоже определенные для собак? Да, есть, конечно. И тогда можно участвовать в выставках. Мы не будем участвовать не поэтому, просто потому что мы решили подарить Скаю счастливое, беззаботное детство и в счастливую жизнь. А почему вы решили его завести? Вот, то есть, обычно, некоторые собак заводят, чтобы они охранили дом. Я знаю, что хаски вообще не охранники ни разу, они только ездовые, они вор запустит в дом, покажет, где лежат вещи, еще оближет его. Вот, что по поводу Скай, он такой же? Вот, Самоед такой же, да, тоже залижет до смерти. То есть, он не сторожит, залижет. Нет, ну, мы заводили, потому что оба с детства мечтали о собаке. Это ваш первый собак? Это наш первый собак. У меня была собака, кукер-спаниель, маленькая, охотничья. О большом, о большом я даже не думал. Меня Лиза притащила в питомник, говорит, давай просто посмотрим. Давай просто посмотрим, и мы вот увидели вот этого малыша, любили с него. Он был прям совсем маленький. Он сам вас выбрал? Не совсем. Ну вот где-то вот такой. Он сам вас выбрал, или все-таки вы? Он нас не выбирал. Он был одним из тех, единственным, кто вообще никак не проявлял себя. Почему? Интересно. Наверное, он был уверен, что он был. Своенаравный парень, да? Изобрел назад. Да, все боролись за внимание, а он сидел просто в сторонке и наблюдал. В итоге мы всех потрогали, потом, мы говорим, смотри, что-то он сидит и смотрит. В итоге мы выбрали его. И через месяц только забрали. Я смотрю, у вас на груди дублемы собаки, собаки-самоеда. Что это за знак? Такой маленький символ, чтобы скачек всегда был рядышком. Есть привязанность как к ребенку, к члену семьи? Скучаете по нему? Конечно. Когда уезжали, несколько раз мы улетали отдыхать и оставляли то у заводчика. Ему там, понятно, было весело, потому что там было много самоедов, и это на улице. Оставляли у родителей и, конечно, скучаешь, как по ребенку. Правда, я не знаю, как по ребенку, но я думаю, что почти так же. А как сама собака переносит длительную разлуку с хозяевным? Сложно сказать, потому что это такая очень общительная На строковые трюки пошли. Чудеса дрессировка. Соскаем. Вот что делает обычная сушка. Не дает сказать. Ну иди там, иди там. А дрессировке он подается легко? Охотно? Обычно говорят, что очень сложно. Собака самая такая порода, которая думает, прежде чем что-то сделать. То есть он подумает, нужно ли ему делать эту команду, хочет ли он, и потом уже выполняет. Он знает несколько команд таких для себя. Попробуем продемонстрировать? Для друзей, для себя. Да, давайте. Скай, Скай, пойдем к нам. Скай, пойдем сюда. Скай, к нам. У тебя есть сушка? Нет. У Максима есть сушка. Так, у нас сейчас будет... Скай, тише. Скай, нет, нет, сидеть. Сидеть. Молодец. Дай лапу. Молодчина. Умница. Ах, молодец. Молодец. Заслужил. Так, теперь давай. Лежать. Скай. Скай. Скай, смотри, у меня есть еще. Ты на съемке все-таки. Сидеть. Лежать. Молодец. Молодец. Сидеть. Танцуй. Давай, танцуй. 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 Ты вообще танцует? Давай, танцуй. Ну ладно, идем со мной. Все-таки. Молодец. Вот такой маленький сушка. Браво, Скай, спасибо огромное тебе. Спасибо вам, ребят, что вы сегодня пришли и уговорили этого телезвезду, да, с нами пообщаться, дать тебя погладить и уделить внимание. Спасибо. Хорошего дня и приятного общения с вашим любимым домашним питом. Спасибо. Меньше изувеченных вещей в квартире. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, мне кажется, что, конечно, собаки, как никто другие, учат нас взаимопомнимание с друг другом, взаимодействие, не знаю, дружбе. Если у вас все-таки, друзья, нет собаки и вы хотите научиться общаться, то обратите к нашей Леониде Шишкиной и посмотрите ее рубрику «Азбука жизни». Многому научитесь. Говоря о партнерских отношениях, мы чаще всего имеем в виду взаимоотношения между супругами. Но психологи уверены, что строить отношения на равных должны и родители с детьми. Современное, динамично меняющееся общество уже не приемлет отношения с позицией старшего как главного. Все чаще родителям приходится самим чему-то учиться у детей и привыкать к тому, что они не воспринимают авторитет старшего лишь исходя из возраста. Нужно учиться не приказывать, но объяснять свою позицию. Коммуникация – это важнейшая компетенция, которая нужна, которую, к сожалению, в семье и в школе не развивают сознательно, целенаправленно. Это самое критическое мышление, которое в школе и в семье целенаправленно не развивают. Это умение кооперироваться, которое тоже не развивается, потому что детей не по 15 человек теперь. Если в больших семьях раньше как-то эта кооперация существовала, естественным образом складывалась, обязательно. И, конечно, креативность, потому что я не могу не присоединиться к Дарвину, который говорил, что выживают не сильнейшие и не умнейшие, а те, кто отзываются на изменения. То, что сегодня провозглашается, три вида интеллекта – это когнитивный интеллект, знания, эмоциональный интеллект, это я понимаю ваши чувства и свои чувства, и социальный интеллект, я понимаю отношения, как построены наши, и как их можно сделать вот вин-вин партнерскими, а не патриархальными, когда я буду вот как-то вот, когда, как вы говорите, не знаю, что сказать, на всякий случай командовать. Наш эксперт советует в любом общении, в том числе со своими детьми, не поучать, но интересоваться собеседником, видя в нем не только своего ребенка, но и в первую очередь другого человека. Есть такой важнейший механизм, я стараюсь его школьным учителям объяснять и родителям, да, это механизм саморазвития. Вот в детях его нужно запускать. Он существует, но он самопроизвольно не работает. Это когда я задаю вопросы неоднозначного характера или отвечаю неоднозначно. Когда ребенок подходит ко мне и говорит, вот скажи, слушай, откуда берется ветер? Вот. Ну, понятно, что это температура воздуха, движение. Вот, вот. Я вместо этого спрашиваю, говорю, а как ты думаешь? Он говорит, не знаю. Я говорю, ну, давай подумаем вместе. И мы начинаем выдумывать разные варианты, и ребенок начинает учиться задавать самому себе вопросы, и тогда он не требует, а задает вопросы старшему. На этом все. Любите природу, защищайте братьев наших меньших. С вами были Саша Байдачная. И Максим Полагнюк. Пока-пока. До встречи. Пока. Эх, жаль, что кошки не умеют улыбаться, не улыбаются они. Как-то не улыбаются. Моя сегодня смеялась во весь голос просто. И зачем же? Ну, позавтракать некогда было, и пришлось угоститься ее кормом. Мало соли у них, конечно. Продолжение следует...